Петелька за петелькой. Мама и дочка Ирина и Анна создают полезные сувениры для детей. Своими руками мастерицы вяжут мягкие игрушки, собирают слингобусы и грызунки для самых маленьких. Анна рассказывает, вязать научилась еще на уроках труда в школе. Теперь со спицами и крючком не расстается. Идея начать заниматься ремеслом пришла сама собой. Я родила сына, и как-то я начала сама вязать просто для сына, для своего, а мама посмотрела и говорит, о, интересно, можно что-то для других детей делать, а еще на этом и заработать. Слингобусы и грызунки находятся в постоянном контакте с ребенком. Он их грызет, когда режутся зубки. Поэтому все материалы подобраны с заботой о малышах. Фурнитура из натурального дерева. Пряжи и нитки не теряют цвет. Я нашла в Инстаграме девушку, которая в Ростове, по-моему, но она занимается совместной закупкой из Крыма можжевельника. И я посчитала, что можжевельник очень полезен для детей. И мы начали там с ней сотрудничать. Сейчас еще бук, тоже из бука, сами грызуночки. И постепенно начинаем вводить силиконовые грызунки. На таком хобби можно неплохо зарабатывать, если оформить ремесленничество. Для Анны это дело основная работа. Процедура сбора бумаг простая и быстрая. Мастера освобождены от подоходного налога. Достаточно заплатить ремесленный сбор в начале деятельности и каждый год до декабря повторять платеж. Сейчас он составляет всего одну базовую. Я пришла в налоговую. Буквально, наверное, пять минут в очереди записала фамилию мячества, данные паспорта. Мне сразу же выдали номер ремесленника оплатить, сходить через неделю в Белкнигу, получить не карту, а книгу проверок. И все, и я ремесленник. Раньше ремесленники могли продавать свои изделия только на рынках или ярмарках. В 2018 году возможности стали шире. Теперь разрешено реализовывать товар любым удобным способом – пересылать по почте. Но не вся деятельность подходит для ремесленничества. Подробнее можно узнать в указе президента номер 225 о ремесленнической деятельности. Согласно указу, ремесленники могут изготавливать приспособления для рыбалки. Вязать, плести из бисера, обрабатывать и расписывать дерево, камень, кость, металл, стекло. Создавать большое количество самых разных предметов декора. Анастасия Пахлёстова, Андрей Богдан. Итоги недели.